Друзья, всем привет! Заметно, что в Швейцарии похолодало и меня снова потянуло на броши. На самом деле, когда жарко, броши не можешь носить, потому что они очень тяжелые, и любую тонкую кофточку, блузочку, там, что вы там носите, оно все оттягивает вниз. А легкую брошь из бисера нелегко придумать. Она либо маленькая такая, а я люблю большие украшения. Поэтому как-то, ну, не было желания, что ли, их делать, да? Но похолодало, я подумала, почему бы не сделать вот такое дерево, потому что я хотела его сделать еще давно, и вот такое вот оно у меня получилось. Тут мы будем использовать, ну, я буду использовать три камушка, они разных оттенков, там, бирюзовый, зеленый и такой зеленый-оливковый. Помимо этого всякие другие крупные бусины и еще бисер. И вот бисер в данной броши может быть некалиброванный, то есть вы можете взять абсолютно там любой, какой у вас есть, и пришить его. Почему? Потому что мы его не нашиваем рядами ровными, а мы его вот так вот стоя пришиваем, то есть получаются такие иголочки. Вот. И вот из таких иголочек и состоит это дерево. Вы можете его назвать весенним деревом, вы можете его назвать бонсаем, вы можете назвать его, как вам нравится, вы можете сделать его, конечно же, в другой цветовой гамме. У меня это более такой классический зеленый, тут вот даже есть голубые, смотрите, голубые каплевидные бусины, которые в окружении зеленых и темно-зеленых тонов вообще не смотрятся прям такими светлыми. Желаю вам приятного просмотра и надеюсь, у вас тоже появятся такие брошечки. В первую очередь нам потребуется фетр. Основное полотно это того цвета, который у вас будет ствол. Такой небольшой кусочек. Ну и второй цвет это крона деревом. У меня будет зеленое, вот я вырезала два таких небольших кусочка. Давайте замеряем их, смотрите, ну 4 сантиметра, другой поменьше. Другой поменьше, потому что он пойдет вниз. И тут вообще не важно, какого размера он будет, он может быть еще меньше. Так, теперь мне надо просто пришить, зафиксировать сначала вот этот кружок просто как-нибудь, вообще беспорядочными стежками, это не играет никакой роли. Затем вот этот зеленый кружочек мы будем фиксировать уже понадежнее. Конечно, вы можете вырезать не только круглую крону, вы можете вырезать ее там треугольной, заостренной, в общем, все по вашему желанию. Мы фиксируем эти детали вот так друг на дружке, для того, чтобы крона как бы выступала на передний план. Это будет еще красивее смотреться. Смотрите, я просто приметала. И самое важное, не затягивайте очень-очень туго нитки, потому что если вы туго затянете, вы не соедините обе стороны, а вы вот так вот их сплюсните. То есть не надо очень-очень плотно затягивать. Теперь я взяла ниточку в цвет кроны и буду через край присоединять зеленый фетр к коричневому. Для этого я фиксирую ниточку. Я завожу иголочку с расстоянием где-то 2,5 мм стежок от стежка. Это все происходит очень легко. Я просто вывожу иголку на зеленой части и завожу ее вниз, сразу там, где зеленый фетр заканчивается. Видите, тут можно не целиться, чтобы ровно-ровно попасть в то же самое место. Вы целитесь только, когда вы вводите иголочку назад, потому что заступать на фетр коричневый не стоит. Вот такими вот стежками, снова не сильно затягивая, пришиваем обе части. Так, друзья, я пришила фетр. Видите, он не вдавлен в коричневый, он просто над ним лежит вот так. И я уже пришила бисерины, это который ствол. Вот это конкретно в моем случае, это просто китайский бисер 2,2 мм. Когда же я буду обшивать, уже соединять фетр с кожей, я возьму вот такой вот чешский 2,0 мм, да, номер 10. Вот это его номер. Когда вы делаете ствол, обратите внимание, что это не вся ширина, что вы будете еще обрабатывать край, и у вас добавится там еще сколько бы, 2-1,5 мм, в зависимости от обработки, от вида обработки края. Поэтому, когда вы его вышиваете, думайте о том, что в ширину он еще увеличится. Ну и в длину, естественно, тоже, но в длину не так значительно. Так, я пришивала эти бисерины по 2, сейчас я покажу, как это было. И сначала я провела линию просто ручкой, пришила вот эту вот линию. Потом рядышком проложила вот эту немножко с отступом. И в отступ я вшила бисерины, которые вот лежат так горизонтально, вертикально, в общем, так, чтобы закрыть по возможности весь фетр. Давайте посмотрим, как пришиваются бисерины по 2. Это самый классический способ. Наверняка вы его уже видели, но те, кто не видели, вот таким это образом все происходит. Я вывожу ниточку на лицевую сторону, набираю 2 бисерины, отвожу бисерины вниз и кладу их ровно на фетр. Они должны абсолютно ровно лежать, не топорщатся, не морщатся, между ними не должно быть очень много расстояния, в общем, просто ровненько. И там, где они заканчиваются, я вывожу иголочку наизнанку. Возвращаю иголку между двумя бисеринами и провожу ее сквозь вторую. Таким образом они и выравниваются, и укрепляются. Вот, 2 пришита. Дальше аналогично. Снова набираю 2 штучки, подвожу их близко к тем, которые уже пришиты, вывожу иголочку снова наизнанку, снова между двумя этими последними и сквозь вторую. Ну и вот таким вот образом дальше по кругу. Насчет того, как я пришиваю этот ряд, иголка вводится прямо вот за зеленым фетром, вот прямо рядышком, не чуть дальше, не на зеленом фетре, а вот именно снова этот рубец между. Тут сзади пока еще не очень хорошо это видно, но вот прямо туда вводите иголочку. Так, я таким образом обшиваю все дерево по кругу. Этот ряд, ну как бы не особо будет заметен, но он нам нужен для обработки края. Номер бисера 08256. Может кому-то тоже такой зеленый яркий понравится. Еще один очень важный момент, так это то, как нам выровнять бисерины по краю. На стволе вот эти бисерины я укрепила точно так же. Сейчас пройдемся двойной ниточкой под всеми этими бисеринами по кругу. Таким образом мы их, во-первых, лучше закрепим, а с другой стороны ряд выровняется. Я закрепляю ниточку, вывожу иголку где-то в краю, в краю рядом, и сейчас я провожу эту иголочку под всеми бисеринами кроны дерева. Я забыла обрезать края. Когда края закруглены, тогда ниточка за них не цепляется. Вот я прошлась один раз, при желании можно пройтись и два, и три раза, в общем, столько, сколько позволяет бисер. Затем я вывожу иголку наизнанку, закрепляю ее. Дальше я подумала, какие камушки я могу закрепить на дереве, и я пришла к выводу, вот таких вот три зелененьких я возьму. Тут изумрудный, зеленый и светло-зеленый. У них внизу в цапах, как вы знаете, есть дырочки, вот вы просто заводите иголочку и пришиваете по всякому разному, все должно просто крепко держаться, а как именно вы заведете иголку, это не играет никакой роли. Вот я сейчас их расположу вот так, каким-то образом, в общем, надо подумать, как, и вот так вот я их располагаю и пришиваю. Я думала, что я буду несколько стейнен, чтобы они еще больше глянят. И здесь я три различные шаттирования, смарагдгрюн, грюн и хелгрюн, и они все я буду одного из-за того, к цели на ркочке зеленого. такие стеиненые шаттированы. В чтении они даже 오빠 В чтении есть лоши, да подсказали, die Nadel einfach unter diesen Löchern und befestige ganz, ganz fest, muss es halten. Wie genau ich die Nadel führe, spielt überhaupt keine Rolle. Die Nadel führe, spielt überhaupt keine Rolle, die Nadel und befestige ganz, 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 ganz. Die Nadel можно взять абсолютно любой бисер. Вот у меня тут, к примеру, лежит, ну, этот вы видели, белый прозрачный, вот этот темный блестящий, вот это просто мелкий бисер, примерно у него номер 15, он некалиброванный, но я вам покажу, для чего я его использую, в данном случае им можно очень хорошо пользоваться. Да, для вот этой работы можно брать некалиброванный бисер, потому что иголочки у нас растут в высоту, и если там все бисерины не идеально ровные, ничего страшного не будет. Нам идеально ровные нужны только те, которые мы пришиваем лежа, а все остальные могут быть абсолютно любые. Так, в общем, тут у меня есть еще такой зеленый прозрачный совсем, этот зеленый блестящий, но он цвета травы, то есть немножко темнее. Так, тут у меня лежат всякие разные бусины, и так как я использую изумрудный цвет, да, там вот есть изумрудный камушек пришитый, я тут повыбирала тоже изумрудные бусины, голубые, но я еще не знаю, подойдут ли они, может они будут слишком, слишком выделяться, и тогда они, естественно, отпадут. Но как вариант, вот можно взять, можно взять вот такие биконусы, можно взять вот такие зеленые, это рондели 6 мм, это 1 см каплевидные бусины, да, в общем, всякое разное, что вам по цвету подходит, можно тут использовать. Пришиваю я их таким образом, я, во-первых, беру мононить, да, то есть леска, такая прозрачная ниточка. Я решила, что высота палочки будет 4 бисерины, вот смотрите, 4 бисерины, 1, 2, 3, 4, и верхушка, верхушка 5, и вот эту верхушку я беру вот этот мелкий бисер, номер 15, да, поэтому абсолютно не важно, что он не калиброванный. Ну и как я это все пришиваю, вывожу иголочку в каком-то месте там определенном, набираю 4 бисерины, 1, 2, 3, 4, крупные будем их называть, да, это размер 10-0, все тот же. И пятая верхняя, верхняя может быть такое же самое, может быть другое, абсолютно как вам нравится. Я решила, что в этот раз она будет у меня вот такая мелкая. Пятую вот эту мелкую оставляю, через 4 возвращаю иголочку назад. И все это стягиваю вниз. Каждая иголочка нашивается отдельно. Так, стягиваю вниз и прямо подвожу эту палочку, эту иголочку к фетру. Затем возвращаю иголку назад, вывожу ее наизнанку. Внимательно смотрите, чтобы она у вас нигде не запуталась за бисерины. И вот таким вот образом пришиваю. Например, когда я пришиваю рондели, я набираю одну бисерину. Так, смотрите, одна бисерина, потом рондель и маленькая заглушка, да, вот эта мелкая бисерина. Все, когда я пришиваю каплевидные, то идет только каплевидные и заглушка. Все, внизу больше нету ничего, потому что они высокие. И я очень высокие делать не хочу, потому что это снова же волосы цепляются, там шарф может зацепиться, да, и прям длиннющие иголочки делать не очень хочется. Вот. Вот таким вот образом зашиваю всю эту площадь. Вокруг стразов я пришиваю палочки длиной в 3 бисерины. Вот смотрите, там 3 бисерины в высоту. Не видно. 3 бисерины в высоту и заглушка. Чтобы специально, чтобы они были ниже, чтобы стразы еще больше как бы выделялись. Вот. Вот таким вот образом зашиваю всю эту площадь. Я вышила все дерево, смотрите, что у меня получилось. И сразу один такой момент, на который хочу обратить ваше внимание, потому что мне пришлось переделать. Я вот тут вот вверху вместо этого крупного светлого камня поставила. Так, где он? Поставила вот такой вот камушек. По цвету похоже, но он меньше. И проблема в том, что он такого же размера, как и рондели приблизительно. И он вообще не выделялся, вообще не выделялся. Они блестят примерно одинаково. И вообще не было заметно, что это камушек, а не просто бусина. И такое ощущение было, что только два камня. Поэтому я его отпорола и пришила на его место покрупнее. Теперь издалека, вблизи, хорошо заметно, что это три камня и все остальное бусины, всякие разные. Вот такое вот у меня получилось. Еще один важный момент, когда вы нашиваете эти иголочки, не нашивайте их прямо очень-очень близко друг к дружке, потому что тогда материал будет вот так вот выгибаться. Будет некрасиво, будет все топорщиться. В общем, не нашивайте очень-очень близко. Вот у меня, ну видно, да, там материал под низом. Конечно, когда оно все собрано, никакого фетра зеленого не видно, ничего не видно. Поэтому на этом, пожалуй, все, что я хотела сказать. Теперь смотрите еще раз на ствол. Устраивает он вас? Нормальный размер. Хотите, делайте его чуть пошире, чуть подлиннее. Можно спокойно дошить бисерины. Это не проблема. Если вас все устраивает, берем ножнички и вырезаем. Вырезаем, отступив один, максимум полтора миллиметра от края. Вырезаем по всему кругу. Очень внимательно вырезайте, не подрежьте ниточки, потому что все это распустится. Затем я кладу брошь на картон. Это может быть любой картон, да, плотненький, главное, не прям такой мягкий. Рисую, обвожу, то есть брошь и вырезаю форму, которая получается. Но она должна быть на один миллиметр меньше, чем брошь по краю. Затем я ее приклеиваю. Я беру уху, алисклеиваю, уху экстра. В общем, возьмите какой-то клей, в котором вы уверены, что он очень хорошо все склеивает. Когда картон подсох, кстати, вы можете и два, и три слоя картона накладывать столько, сколько вы считаете нужным. Я, например, наложила два, чтобы выровнять, ну, чтобы все ровнее было. Вот и все. Затем я из кожи вырезала такую же заготовку, точно такую же, как и сама брошь. Ни больше, ни меньше. Нет, она неправда. Она чуть-чуть больше, но я ее подровняю потом, когда все приклею, потому что обводить не так-то уж и легко. И тяжело понять, она ровная или нет, и поэтому я ее сначала приклею, а потом все вот эти миллиметрики, которые там где торчат, я их потом подрежу. Тут форма ровная, можно очень легко это сделать потом уже, да, когда все приклеено. В кожу я вставляю, как обычно, застежку. Это два таких разреза. И вышиваю там, что мне надо вышить. Вы тоже можете вышить свои инициалы, можете пришить какие-то пайетки, можете сделать какую-то вышивку. В общем, заднюю сторону можно тоже как-то интересненько оформить. Вот, теперь все я это склеиваю и оставляю надолго. Ну, в моем случае на ночь, но пару часов должно обязательно пройти, чтобы все хорошенечко высохло. Так, друзья, я уже начала обрабатывать край. Вот так выглядит ствол, я его уже обработала и перешла на крону. Я обрабатываю край русским методом. Изначально я вывожу леску между фетром и кожей, а потом по ходу сшивания она всегда у нас будет выходить как бы из центра. Вот, вот смотрите, она лежит по центру. Это мононить. Вот она. Так, для начала я набираю бисерину. Я выбрала такой зеленый травяной цвет для обработки края. Набираю бисерину и спускаю ее вниз. Вот она, смотрите. Так, затем я вот так вот перекидываю леску через указательный палец. Снизу завожу иголочку через кожу и через фетр и вывожу ее наружу так, чтобы леска как была с левой стороны. Вот она, как была, так и осталась, чтобы она не съезжала. Таким образом у нас тут образуется петелька. Вот видите, вот такая петелька. Я ее затягиваю и бисерина ложится ровно посередине. Ниточка выходит ровно как бы по центру, посередине тоже. Прозрачная она на зеленом, очень хорошо видно, но давайте еще разок. Набираю бисерину, спускаю ее вниз. Так. Кидаю леску через палец. Делаю отступ, ну вывожу иголочку через кожу и фетр. Видите, все путается, тут столько этих иголочек. И затягиваю. И когда я затягиваю, бисерина сама по себе ложится вот так вот посерединке ровненько. Очень быстрый, легкий метод, как по мне. И я его в последнее время очень полюбила. Кстати, хотела сказать насчет иголки. И я использую не иголку по бисеру, а просто иголку с таким ушком, через которое проходит конкретный бисер. Потому что есть сорт от сорта. Вот честно говоря, я одни бисерины сшиваю вообще без проблем, а другие беру эту же иголочку. Другой сорт бисера. Там каждая вторая не проходит слишком узкое отверстие. Почему я беру специально другую иголку? Потому что через кожу пропихивать иголочку по бисеру очень сложно. Они очень тоненькие. У меня конкретно они гнутся и ломаются. Поэтому я беру вот такую вот обычную. И ею получается все намного быстрее. Друзья, ну что, ура-ура, брошь готова. Вот так она выглядит снаружи, с ее лицевой стороны. Я от отпечатков пальцев избавляюсь вот таким вот платочком, знаете, для очков. Просто специальные такие платки. Они бывают разных размеров. У меня мой самый древний, ему лет 10, наверное. Вот так вот вытираются. Отпечатки легко и просто. Я их и с рондоли вытираю, потому что, ясное дело, трогаешь. И там это все остается. Особенно хорошо заметен результат на крупных камушках. Там все очень быстро вытирается. Вот изнанка у нее такая. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.